Добрый день, друзья! Для начала отправляемся в Фуллертон, Калифорния. Этот город площадью 58 квадратных километров является седьмой по численности населения в округе Оринж, а также входит во вторую по населенности городскую агломерацию США – Большой Лос-Анджелес. Ранним утром 19 августа 2019 года 18-летний Дэвид Патрик Салливан прибывает на свое место работы – заправочную станцию Shell. В 5 часов 20 минут он похищает оттуда около 1000 долларов наличными и товара на сопоставимую сумму. Оказавшись на парковке заведения, он завладевает рейндж-ровером одного из клиентов АЗС и скрывается в неизвестном направлении. Позже, утром того же дня, около 11 часов 35 минут, офицеры полицейского департамента Буэна Парк, Бобби Коллан и Дженнифер Трен, патрулирующий район на маркированном крузере, замечают черный внедорожник с просроченным стикером регистрации, двигающийся на восток по Ортези-Авеню. Проследовав за рейндж-ровером некоторое время, офицеры осуществляют трафик-стоп перед вездом на территорию компании American Promotional Events по адресу 35 North Gilbert Street. Проследовавшись на карте, это мой парк. Это мой парк. Вы не имеете в виду? Я просто не могу. Рассказавшись на карте? Да. Вы живете на Гранд Террассе? Нет, я не живу в там. Вы живете на Кеннер. Вы не можете? Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Похищу, я не могу. Вы не fijайте, что ж так и эта карта нет. Это 18 лет назад. Террассившая карта? Уже? Это 1 месяц. Это 1 месяц. Террассивая карты войны. Я не могу. Я не понимаю, знаю. Я не могу. Парсус. Я не знаю. Класси, я не могу. Нет. 7-0-2-9-6-1, Malvern and Gilbert. 7-0-3. Hang on. California 7, Whiskey Golf, November 1-7-0, Range Rover. Copy it, Malvern and Gilbert. His cousin's car. Huh? It's his cousin's car. Uh, cooperative? Yeah. Uh, what's the cousin's name? Roberts, Heidi Roberts. 7-0-2, 10-33, your vehicle's plane, that is a 5-0-3. Brake 21 and 24. Alright. 21 and 24. I'll show you the route code 3 to 7-0-2, Malvern and Gilbert. Step out of the car. Step out of the car! We're gonna be on Gilbert and more. Gilbert and more. 5-5-5, Gilbert. В 11 часов 37 минут офицер Колон, стоя у внедорожника, уведомляет диспетчера об остановке автомобиля и сообщает его номерной знак. Убедившись, что срок регистрации истек, офицер возвращается в патрульный автомобиль, где и становится известно, что установленное транспортное средство числится в угоне, и к ним уже направляется подкрепление. Согласно тактике, используемой при остановке автомобилей с подозреваемыми в совершении определенных преступлений, сотрудник полиции покидает автомобиль и извлекает служебное оружие, после чего, заняв укрытие за дверью своего крузера, он удерживает позицию до прибытия дополнительных сил, все это время держа на прицеле людей в салоне остановленного автомобиля. Получив подкрепление, офицер приказывает подозреваемым, как водителю, так и пассажирам, поочередно покинуть салон, после чего все они оказываются под арестом. Однако, офицер Коллан предположил, Салливану может быть неизвестно, что рейндж-ровер числится в угоне, а потому он продолжит спокойно, как и прежде, выполнять указания полицейских. Пытаясь избежать обострения ситуации, напарники не извлекают служебное оружие, подходя к внедорожнику. Открыв дверь рейндж-ровера, Коллан приказывает водителю выйти из автомобиля. Трижды проигнорировав его, парень заводит автомобиль и, освободившись из захвата, приводит внедорожник в движение. Повредив патрульный автомобиль и сломав пальму, рейндж-ровер сталкивается с Мерседесом и останавливается. Увидев угрозу, которую представляет Салливан для него и общество, Коллан извлекает служебный Глок-22 и двигается к обездвиженному внедорожнику. Водитель покидает угнанный автомобиль и начинает двигаться на полицейского, выкрикивая угрозы. Пять час назад Коллан открывает огонь. Первый выстрел заставляет Салливана немного изменить траекторию движения, но по-прежнему не останавливает его. В менее чем шести футах от полицейского звучит второй выстрел. Не видя никакой реакции, Коллан производит третий. Пробежав несколько метров, Салливан резко останавливается и, развернувшись, начинает повторное сближение. Коллан вновь открывает огонь, и в этот момент Трент также производит два выстрела. Салливан останавливается у проезжей части в нескольких метрах от офицеров, падает на колено, а затем заваливается на бок. Трент запрашивает медицинскую помощь, и оба офицера подходят к раненому, надевая на него наручники. Парень скончался до прибытия медперсонала. При нем не было обнаружено какого-либо оружия. 22 августа 2019 года было произведено вскрытие. Патолого-анатом офиса шерифа округа Ориндж пришел к выводу, что из пяти полученных огнестрельных ранений смертельным для Салливана стала пуля, которая попала в правую подмышечную впадину, поразила оба легких сердца и вышла из левой подмышечной впадины. Почти год спустя, 8 июня 2020 года, прокуратура округа Ориндж заключила, что действия офицеров Бобби Коллана и Дженнифер Трент были обоснованными и правомерными в сложившихся обстоятельствах. Остаемся в Калифорнии, где недавно завершилось еще одно расследование прокуратуры округа Ориндж. В этот раз отправляемся в одноименный округу город. Здесь в 11 часов 20 минут 12 декабря 2019 года на экстренный номер 911 поступает звонок от женщины, имя которой не разглашается в опубликованных материалах. Она сообщает о ссоре со своим сыном, 43-летним Эриком Джорджем Ли. После утренней ссоры мужчина с диагностированным синдромом Торетто и биполярным расстройством дождался ухода матери, взял кухонный нож и нанес себе порезы. После он позвонил ей и сообщил о своих намерениях совершить самоубийство при помощи полиции. В результате женщина опасается возвращаться в дом, боясь агрессии сына. В 11 часов 22 минуты к дому по адресу 6978 из Магдалена Драйв направляются офицеры Майкл Слоттер и Брюс Нильсон. Туда же выезжают парамедики пожарного департамента, чтобы оказать медицинскую помощь ранившему себя субъекту. В 11 часов 28 минут полицейские прибывают на место, останавливая патрульный автомобиль в трех домах к северу, от указанного вызове. Они замечают Эри Келлис стоящим посреди улицы, примерно в 70 метрах восточнее. Мужчина прижимает к груди рюкзак, пряча в нем правую руку. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Офицеры спешат к окну, из-за которого доносятся крики. В это время Нэнси пытается задушить женщину. Сотрудник полиции разбивает стекло ногой и извлекает служебное оружие. Увидев офицеров, нападающий отстраняется от девушки и со словами «подождите, подождите» выходит из ванной комнаты. Он возвращается уже через несколько секунд, сжимая в руках пистолет. Направив оружие в висок своей жертвы, он нажимает на спусковой крючок, после чего производит еще два выстрела уже в сторону стоящих на улице полицейских и вновь скрывается в дверном проеме. Одна из пуль попадает в правую ногу офицера Чеда Миллера. Сослуживцы оттаскивают его в безопасное место и начинают оказывать первую помощь. В этот момент один из офицеров вновь замечает Нэнса в проеме и открывает огонь. Так и не получивший ни одного ранения, нападавший покидает жилище через черный ход. Войдя в квартиру, полицейские обнаружили бездыханное тело Натали Тербер. Стрелявшего ей в голову Нэнса обнаруживают через полчаса в двух кварталах от места убийства. Он пытается покончить с собой, выстрелив себе в голову. Но пуля вошла ему в подбородок и вышла через переносицу, не причинив смертельно опасных травм. Майкл Нэнс был госпитализирован, а затем уже через неделю переведен в тюрьму округа Солт-Лейк. Ему были предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, похищении и нападении. Все с формулировкой при отягчающих обстоятельствах. Получивший ранения офицер Чет Миллер также оказался на больничной койке. На момент подготовки выпуска он уже вернулся к своим служебным обязанностям. Ну и напоследок заглянем в крупнейший мегаполис США, 8-миллионный Нью-Йорк, являющийся также центром одной из крупнейших городских агломераций мира, Большого Нью-Йорка. Наш интерес направлен на Манхэттен, для многих являющийся иллюстрацией понятия «американская мечта». Но, разумеется, речь пойдет совсем не об этом. 4 июня 2020-го. Нью-Йорк уже неделю является очагом протестов и беспорядков, связанных со смертью Джорджа Флойда. В 6 часов 39 минут утра двое патрульных офицеров 9-го участка НВИПД, Джиллиан Суарес и Мелисса Браун, решив позавтракать, заходят в магазинчик Healthy Green Gourmet по адресу 48, 3-я авеню. В это же заведение направляется 55-летний бывший биржевой трейдер Пейман Бахадором, заходящий туда вслед за полицейскими. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Оказавшись внутри, Бахадора налетает на офицера Браун, высказывая ей свои недовольства. Через несколько мгновений мужчина извлекает 18-сантиметровый нож, находившийся у него справа в поясных ножнах. Нападавший заводит правую руку с оружием за голову, как если бы намеревался метнуть его, и направляется к Браун, к этому времени вооружившийся тезером. Отступая за прилавок, офицер применяет спецсредства, но дротики не достигают цели. После этого девушка извлекает из кобуры служебный пистолет. В это время ее напарница Суарес покидает помещение и запрашивает помощь. Бахадорен переключает свой вектор агрессии на сотрудницу магазина, также замахиваясь в ее сторону, но не добивается сколь-либо заметного эффекта. Нападающий требует пачку сигарет, периодически делая угрожающие движения ножом. Потянувшись за желаемым, он кладет оружие на стол, в одно мгновение лишаясь и того, и другого. Кассир передает нож Браун, а Бахадорен, бросая поводок, скидывает руки вверх. Но затем мужчину охватывает очередной приступ агрессии. Теперь он направляется к офицеру Суарес, все это время занимавший позицию у входа в магазин. Бахадорен несколькими толчками выталкивает офицера к проезжей части. В этот момент с противоположной стороны улицы к ней спешит подкрепление. В лице офицеров Брайана Розански и Майкла Мерфи, а также лейтенанта Луиса Мачада. Все это время, не подчинявшийся приказам, Пейман Бахадорен делает выпад в сторону лейтенанта. В ответ на это Розанский и Суарес открывают огонь, произведя по одному выстрел. С огнестрельными ранениями в левую руку и поясницу мужчину доставляют в госпиталь Белвью, где врачи принимаются за его лечение. Своё поведение тем утром мужчина объяснил сложным психическим состоянием на грани расстройства, вызванным жизненными неурядицами и информационной накачкой против полиции после инцидента в Виннеаполисе. Впрочем, на что только не пойдешь, когда на горизонте замаячил продолжительный тюремный срок. Согласно информации полицейского департамента Нью-Йорка, мужчине предъявлено обвинение в ограблении первой степени тяжести, создании угрозы сотруднику полиции, а также создании угрозы второй и третьей степени тяжести. Хотя даже с агрессивной риторикой его адвоката, намекающей на перспективы судебных тяжб с департаментом, произошедшее уже оставило в жизни бывшего трейдера свой след. Повреждение позвоночника привело к его частичной парализации, поставив под сомнение возможность бытового самообслуживания мужчины. Друзья, это напряженное применение оружия подошло к концу. Еще больше видео об экстремальных и не только ситуациях в работе полиции ждет вас в следующих выпусках Прополис. Идея о том, что может появиться в ближайших роликах довольно много, а значит мы будем ждать вас снова. Самое время проверить свою подписку на канал и включить уведомления. Этот же совет поможет нашим зрителям на патреон не пропустить выход очередного бонусного видео, за регулярностью выхода которых мы также стараемся следить. Спасибо за то, что остаетесь с Прополис и до встречи в следующем видео. Ну а на сегодня все, всем удачи! Продолжение следует...